Дорогие друзья, праздник Шаббат закончился, и мы с вами можем вернуться к традиционному нашему изучению недельных глав. И за границей в этот Шаббат буду читать недельную главу Насо. В ней Тора описывает, как еврейский народ построил первый переносной храм в пустыне Мишкан, и представитель, князь каждого колена приносит жертвоприношение, чтобы искупить грехи с того колена. 12 колен, 12 князей-представителей, каждый из них один за другим приносит жертвоприношение. Кто был первым, какое колено, и кто приносил первое жертвоприношение, говорит нам Тора, Нахшон бенаминадав, он принес первым жертвоприношение в храме. Почему именно он? Говорят нам мудрецы. Очень важный урок. Говорят нам мудрецы, что Тора здесь говорит нам, вы вспомните, кто первый зашел в море, перед тем, как оно открылось, когда евреи выходили из Египта, это был именно тот Нахшон. Там образовалась такая вот пауза. Все пришли к морю. Некоторые боялись, некоторые там, Тора нам описывает, было 4 таких вот группы людей. И образовалась такая пауза на воде. И колено обсуждали, кто же должен первый зайти в воду, какое колено. И Нахшону это было очень сложно, что Бог ждет, что мы сейчас зайдем в море, откроется великое событие, откроется море, будет такое большое чудо. И образовалась какая-то пауза. Все что-то обсуждают и думают, кто должен быть первый. И он заходит в воду первым и совершает эту заповедь, этот большой поступок именно первым. Говорит нам Тора. За то, что Нахшон погружается в воду первым и делает желание Всевышнего первым, он получает огромную привилегию. Через пару лет, через какое-то время, он приносит в мешкании жертвоприношения тоже первым. Первый? Первый. У нас мера за меру. И поэтому Нахшон, который погружается в воду первым, он получает возможность принести жертвоприношение в первом храме тоже первым. Здесь нас Тора обучает, что да, весь народ сейчас сделает заповедь, какая-то группа людей сделает заповедь, но если ты удостоишься и сможешь сделать заповедь первым, твоя награда будет велика, и ты получишь награду первым, и тебе это зачтется. Поэтому Нахшон, сына Минадавы, который зашел в воду первым, он не хотел это что-то обсуждать, ему это было тяжело, Бог ждет, ну давайте, делайте. Он делает действие первым, получает соответствующую награду. Это мы видим также, и наоборот, есть плюс, есть минус, есть хорошее дело, кто делает первым, получает награду, и наоборот, не дай Бог, кто делает грех первым, получает награду и раздачу первым. Кто это был у нас в Торе? Это народ Амалех, когда евреи шли по пустыне, и были, конечно, народы, язычники, которые не хотели признавать единого Бога, они, может быть, даже знали, что он есть, и они не хотели, чтобы были люди, которые принимают божественную систему, которые принимают на себя законы Тора, и одним из этих народов был Амалех, и он нападает войной на народ Бога, который принимает на себя заповеди Торы, Амалех первый нападает на еврейский народ. Говорит нам Тора, уничтожь Амалека. Ему самое тяжелое наказание из всех врагов, которые есть у евреев, это именно Амалек. Бог даже говорит, что его престол в этом мире, он не законченный, пока жив Амалек. Потому что кто первый нападает, кто первый хочет согрешить, он получает раздачу самый первый. Итак, Тора нам говорит, что очень большой урок мы с вами выучили сегодня, что даже когда группа евреев, группа людей делает какую-то заповедь, всегда старайся быть первым. В синагоге кто-то хочет помочь кому-то, сделать какую-то заповедь, купить свиток Торы, а ты возьми первый и скинься на этот свиток. Если собирается миньян, 10 человек собираются помолиться, постарайся прийти первым. И написано, кто первый приходит, первая десятка, там в миньяне может быть 100 человек, но первая десятка получает заповедь больше всех остальных. Давайте стараться вместе делать заповеди первыми. И будем стараться быть как наш Нахшон Бен-Наминадав, про которого Тора говорит, что он первый окунулся в воду, первый зашел в это море, и он получил награду, что он первый удостаивается принести жертвоприношение. Спасибо огромное за внимание. Стараемся делать заповеди первыми. Продолжение следует...